привет как дела сегодня я решила приготовить шубу и покажу весь процесс а также расскажу какие у меня были истории в англии с производством одного моего коронного блюда и так обычно я беру вот такой вот железный лоточек достаточно глубокий чтобы уместились слои нашей селедки под шубой и вот такую селедку мы с мамой купили вот такой вот селедку накладываем постепенно в баночке она уже была нарезана кусочками и я накладываю ее на дно как это все будет выглядеть сейчас вам покажу немножечко нарежу рассортирую по дну и утрамбую вилочкой вот так вот она выглядит достаточно большие куски можно нарезать еще помельче но мы любим так чтобы был явный вкус селедки дальше мы берем овощи мама их уже сварила почистила и натираем свеклу в первую очередь я делаю свеклу не накладывая слой майонеза на селедку так чтобы она все вместе перемешалось и был такой небольшой слой селедки со свеклой чтобы эти два слоя слиплись и доставались на тарелку уже вместе с селедкой кстати вот такие вот кусочки у меня иногда остаются на столе я их оставляю не убираю никуда в конце все это выкладываю на топ на верхушку зубы бы некое такое украшение разноцветное получается и надо такие кусочки еще оставить где-нибудь на тарелочке сейчас мы часть таких положим но пока нарежем лук как это все выглядит вам показываю тоже лук вместе с со свеклой и селедкой перемешиваю очень мало стараюсь класть майонеза как раньше мы клали очень много и она получалась такая жирная жирная сейчас мы делаем легкую селедку под шубой легкий такой салат вот такой майонез мы берем и тут уже немного осталось у нас намазываем так надо еще в майонеза взять на следующие слои редьку я люблю кстати в холодильнике тут у меня осталось покажу вам в следующий раз что я делаю с редькой очень тоже вкусный салат так этот майонез нам пока не нужен я открыла пока руки не залипаны а не так мы растираем на весь слой селедки свеклы и лука насыпаем соль и теперь у нас идет вход картошка картошка это такой плотный достаточно материал для шубы поэтому я ее кладу в середину а пока натираю расскажу вам историю про то как я жила в англии и готовила шубу в англии и потом детей угощала у которых я была няней они конечно я им целый кусок одному целый кусок второму дала они так попробовали покривились выбрали всю селедку и сказали спасибо и все выкинули в мусорку представляете как мне было жалко два больших хороших куска они просто выбросили в мусор но селедка им очень понравилась селедку я кстати покупала мы кстати яйца сейчас натираем после слоя с картошкой и одновременно я это буду с морковкой делать еще один такой двойной слой чтобы поменьше майонеза класть а вот такой вот желточек я оставляю на верхушку хотя тут у меня есть одна любительница которая очень любит желточки будешь челсик красотка наша ладно натираем все это на выкладываем в этом бадью в эту форму майонез соль и снова все растираем теперь морковка и продолжаю рассказ значит в англии я покупала селедку очень сложно было найти нашла ее в литовском магазине на стратфорде целая такая помните такой в советском союзе продавали железную большую банку селедки и там их оказалось по-моему 6 штук рыбы я потом около не знаю двух недель месяца это все пыталась есть реально наша такая русская не знаю литовская или латвийская рыба очень вкусная даже с икрой мне какие-то попались стоила эта банка 6 фунтов то есть 600 рублей ну вот так вот буква z получилось у меня теперь из майонеза за наших за ребят так размазываем все снова и натираем еще один слой свеклы немножечко оставляем на верхушку на топ чтобы у нас был красочный топ чтобы у нас обложка шубы была красочной так вот натерли все это размазываем еще один слой сверху кстати натираю картошку не хочу майонез снова класть очень маленький тоненький слой и поэтому сделаем двойной чтобы уже сверху картошки накладывать вот этот топ картошка и сверху наложенный майонез сделает шубу белой сверху и вот это вот то что у меня на тарелке осталось то что на стол просыпалась будет как бы такой верхушкой подсолим и намазываем майонез так все плотненько растираем и вот такая белая верхушечка получается если положить свеклу на самый верх то все это будет розовым теперь все со стола соскребаем и так немножечко с тарелки что осталось такое украшение делаем топ или cover это называется то есть обложка да вот еще зелени нам надо тут вот у меня растут лимончик и пальма а внизу мы посадили лучок и в принципе круглосуточно у нас есть в доме зеленый лук мы его так иногда используем на украшение салатов а иногда просто едим лук я очень люблю целую такую горсть есть с вареными яйцами с майонезиком тоже солью очень вкусно как на даче ну вот что-то насобирала урожай будем ждать следующие листочки когда они вырастут а пока вот этого хватит нам на украшение шубы чтобы она у нас была красивая не только разноцветная но еще и зеленью так нарезаем все это и выкладываем на верхушку нашей селедки под шубой нашего салата вот так все очень быстро просто за полчаса ну конечно до этого несколько полтора часа мама варила все овощи полчаса где-то все это чистила а я вот так вот мы делим на на двоих приготовление любого салата любой ну такого сложного любого блюда она половину и я половину вот такая вот получилась у нас селедочка под шубой сейчас будем пробовать вот так ну что попробуем что у нас получилось вкусняшка челсик тоже пришла попробовать тем вся тоже хочет попробовать посмотреть что же это такое клуба настики ну-ка будешь я такое не ем девочки я не ем такое хотя очень хочется попробовать чем-то так пахнет вкусно рыбку будешь рыбку будешь а вот рыбку я пожалуй съем ниже нем я мне машечка моя вот такие вот мы челсиком из шубой В то это, в то это?